МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И направила в суд иск с требованием расселить жильцов аварийного дома в Лакинске. Напомним, местные жители позвонили нам с просьбой о помощи. Дому номер один по улице Центральная площадь почти 90 лет. Стены здания разваливаются, а потолки падают. Фундамент давно размыло, дом начал оседать. На фасаде уже пошла огромная трещина. Аварийным здание признали, но расселять жильцов никто не торопится. Отказывают даже в ремонте. Чинить что-то бесполезно. После многочисленных жалоб в администрации Лакинска жильцам пообещали, расселение начнется до 31 декабря 2025 года. Однако проверка надзорного ведомства подтвердила, расселять людей из здания нужно немедленно. Всего в регионе около 300 домов, признанных аварийными, но не расселённых. Их до 25 марта тоже проверят надзорные органы. Вот, в частности, из последнего. Шестой канал очень хороший давал нам факты для проведения прокурорских проверок. Это вопиющий случай, вообще вопиющий. То есть в 2018 году дом признан аварийным. Пять лет туда никто не заходил. Ни глава администрации, ни наши, к сожалению. Вообще никому люди не нужны были. Конечно, вы там забили тревогу, мы туда выехали, прокурор принял меры. Иск направил в суд. Я уверен, что наши иск удовлетворят. И к концу года люди будут расселены. Вот после вашего сюжета, сейчас по всей области, делаем такую проверку. Мы эти 300 домов все обойдём. Еженедельно сотрудники прокуратуры выезжают на строящиеся объекты долевого строительства, которые не сдали в срок. В прошлом году из 24 объектов области, признанных проблемными, чьи дольщики считаются обманутыми, по 7 удалось добиться разрешения ситуации. Однако в области остаётся немало участников долевого строительства, которые находятся в режиме ожидания. Во Владимире это в том числе ЖК «Дуброво-парк-1», «Дуброво-парк-2», комплекс на Никитской. Весной прошлого года на руководителя компании, которые отвечают за строительство этого жилья, Игоря Другова, по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как сообщил глава надзорного ведомства региона, расследование находится на финальной стадии, и в марте оно может быть направлено в суд. Напомним, Фонд развития территории подал в суд иск на банкротство одной из компаний Игоря Другова. В этом случае дольщики, скорее всего, вместо квартир получат компенсации. С этим согласны далеко не все участники долевого строительства. Сам застройщик неделю назад сообщил нам, что пока ждёт суда. Очередное заседание по банкротству назначено на конец января. Поэтому строительные работы пока тоже не ведутся. Как сообщили в прокуратуре области, если говорить о ЖК «Дуброво-парк-1», то там закончена кладка разрешённого 17-го этажа, обустроены перекрытия. Застройщик должен перейти к кровле. А вот три из самых проблемных корпусов «Дуброво-парк-2» вызывают серьёзную обеспокоенность. Работы ведутся только на четвёртом корпусе. Но работы ведутся не так активно, как сам застройщик обещал и нам, и дольщикам. На двух других объектах, это на пятом корпусе, на первом корпусе, работы не ведутся вообще никакие. Несмотря на то, что сам застройщик «Другов» неоднократно на совещании, которое мы организовывали, обещал приступить к ним и летом, и осенью. Но в настоящее время свои обещания он не сдержал. Корпус ЖК на Никитской, как отметили в прокуратуре, тоже возводится не так быстро, как обещал застройщик. В таком темпе работы могут вести ещё не один год. Строительство и судебные дела в надзорном ведомстве продолжат контролировать. Людей обещают не бросать один на один с проблемами. Новый виток в прошлом году получили истории нескольких зданий во Владимире, которые были построены с нарушениями. Это куп на Чайковского, гостевой дом «Панорама», о котором мы не раз рассказывали в наших сюжетах. Многострадальный дом «Утюг» на перекрёстке улиц Горького и Мира. Когда начались эти проверки, это было, наверное, лето прошлого года, мы увидели, что затягивается исполнение решений судов. Вот по тем объектам, которые вы назвали. То есть судебные приставы, они не в полной мере исполняли свои обязанности. Там где-то доходило от трёх до пяти лет, где-то больше. Прокуроры направили материалы проверок в Следственный комитет. Два уголовных дела за халатность и ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в процессе расследования. Мы, в частности, по «Панораме», по «Кубу», по «Утюгу». У нас там ещё, по-моему, клиника медицинской экспертизы. Там решение судебных органов вступило в законную силу. И, безусловно, эти решения должны исполняться. Поэтому сейчас вопрос в том, что судебные приставы не могут изыскать средства, чтобы снести эти здания. В правительство Владимирской области и в администрацию города Владимира прокуроры вышли с инициативой, чтобы средства для сноса построек были предусмотрены. Как далее, понять в прокуратуре области здания, которые построили с нарушениями, будут снесены обязательно. Это вопрос времени. И о строительстве Ирпенского проезда. Работа на дороге велись с серьёзными просрочками. Летом прошлого года на объект выезжал ныне экс-прокурор области Владислав Малкин и обещал, что надзорные органы проведут проверку, почему строительство в рамках нацпроекта в какой-то момент буксовало. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении одного из субподрядчиков. Оно сейчас расследуется, безусловно, оно пойдёт в суд. Что касается Ирпенского проезда, безусловно, колоссальные деньги, которые тратятся на строительство этого проезда, они нами охвачены сейчас. Насколько я знаю, прокурор города запросил из финансовой разведки все проводки, все денежные средства, которые поступили на счёт подрядчиков, которые реализуют этот проект. Поэтому это касается не только Ирпенского проезда. Объекты в рамках нацпроектов, их в области, по словам Андрея Жугина, 12, на сумму более 13 миллиардов рублей под пристальным вниманием надзорных органов. Как показывают проверки, не все работы ведутся с соблюдением сроков и без нарушений. Напомним, накануне стало известно о возбуждении очередного уголовного дела, статья о служебном подлоге. Речь о результатах прокурорской проверки в Муромском районе. Как выяснилось, заказчик работ подписал акты подрядчику, однако работы не были выполнены в полном объёме. В Белом доме подняли тему расселения жителей аварийных многоквартирных домов на территории области. За последние три года жильё на более комфортное сменили 5780 человек. Об этом на пресс-конференции рассказала министр ЖКХ области Елена Семёнова. В прошлом году в регионе для переселенцев из аварийного жилья возвели шесть многоквартирных домов. Они появились во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Киржачье-Собинке и посёлке Уршельский. В этом году на программу переселения выделили больше 730 миллионов рублей. Планируют расселить свыше 2000 человек. Как только мы завершим эту программу, нам уже будет дана возможность переселять жителей из аварийных домов, признанных такими после 1 января 2017 года. Потому что сегодня мы выполняем одну программу, чтобы закончить уже в этом году и начать переселение со следующего года уже, следующего периода. На практике проблема с переселением из аварийного жилья стоит традиционно остро. О таких случаях мы снимаем сюжеты. И наши герои постоянно говорят, что десятилетиями ждут переезда. Тем временем стены их домов разваливаются, а потолки падают. В областном правительстве видят несколько путей решения проблемы. Министр признает, что судебная тяжба мера эффективная и позволяет ускорить расселение. При помощи Фемиды, к слову, нашим героям чаще всего и удается изменить свои жилищные условия. В этом им помогает прокуратура. Министр ЖКХ области рассказала и о других способах добиться справедливости. Здесь много факторов, которым можно ускорить расселение. Это, например, провести обследование, составить акт о том, что угрожает, есть угроза жизни, здоровья. И тогда они первоочередно в такой дом пойдут под расселение. И это вопрос представления маневренного жилья в первую очередь. Однако маневренный фонд не панацея. Нередко такое жилье само находится в плачевном состоянии. И граждане от него отказываются, опасаясь остаться в нем навсегда. Говорят, менять шило на мыло не вариант. То, что нам предлагали на Лермонтову квартиру без окон вообще. Я приходила, спрашивала, а где окна. Мне говорили, если жить хотите, вставьте за свой счет. Прямо так вот грубо, нагло. Вставьте за свой счет. Если нужно жилье, вставите. Предлагали еще одно жилье нам, где нету газа вообще. А у меня у мамы пенсия в 9 тысяч. Я говорю, а как же она будет там проживать? Ну как? Не знаю как. Они разводят руками. Что касается возведения новых квадратов для переселенцев. В областном правительстве рассказали, что до конца года в регионе построят еще 11 многоквартирных домов. По два из них появятся в Гусь-Фрустальном и в Киржаче. По одному в областной столице, Вязниках, Камешково, Покрове, Собинке, Струнино и Першинском сельском поселении Киржачского района. Анастасия Козлова, Егор Дикевич, 6 канал. Всплески ледяной воды, улыбки на лицах и, конечно, заряд энергии. 19 января православные христиане отмечают крещение Господне. В областной столице верующие совершали омовение на озерах Семязина и Глубокое. На первом сконцентрировано наибольшее количество народа. Анна Жичкина пришла с мужем и сестрой. Семья подготовилась основательно. Все в махровых халатах, чтобы сразу согреться. Всех с праздником, всем здоровья, удачи, любви. Какой смысл вкладываете вот в этот обряд? Почему пришли сегодня? Не знаю, верим. Во что? В чудо, наверное, в Бога. А какого чуда вы ждете? Мирного неба на данный момент. Чтобы были все дома, счастливы, здоровы. Для погружения в воду у каждого свои цели. Одни вкладывают сакральный смысл, у других спортивный интерес. Купание в проруби каждый переносит по-своему. Мешает ветреная погода. Кто-то после выхода с трудом подбирает слова. Победа над собой. Победа над собой, а в чем? Я каждый год приезжаю сюда, это уже традиция. Поэтому для меня это каждый раз укунуться здесь, почувствовать себя бодрой, здоровой, стремиться к этому. Как вода? Бомба. На самом деле, не было бы ветра, было бы гораздо лучше. Лучше мороз, чем ветер. А что ожидаете от этого обряда? Просто для себя зарядиться энергией, чтобы двигаться дальше. Двигаться дальше куда? По жизни. В Крещенскую ночь на Семязино можно было встретить известных людей нашего города. Режиссер драмтеатра Владимир Кузнецов пришел с супругой. Ныряет в прорубь 12 лет подряд. Праздничное купание для него старая добрая традиция. Когда ныряешь, ощущение такое, что в тебя вонзается какое-то огромное количество иголок. А когда ты выходишь, как будто, ну, какое-то обновление. Для меня это такое, как испытание еще. И проверка своего не только здорового тела, но еще и здорового духа внутри. Глубина майны около 120 сантиметров. Купались даже дети. Поддержать старинные обычаи решили и мы. Сейчас я тоже буду окунаться. Температура воды плюс 4 градуса традиционно погружаются три раза. Те, кто искупался, спешат в палатку. Там можно переодеться и укрыться от ветра. Для этого работают две раздевалки. Мужская и женская. Главное, не поскользнуться на льду при выходе. Для удобства передвижения дорожку покрыли деревянными настилами и еловыми ветками. Вода бодрит, но очень холодно. Хочется скорее одеться и выпить горячего чая. Температура воздуха на улице минус 3 градуса. Благо, что сильных морозов сегодня нет. Согреться после купания можно было и у большого костра. Работала полевая кухня. Верующих угощали гречневой кашей с тушенкой и горячим чаем. Многие просили добавки. Посетители говорят, что вторую порцию удавалось получить не всем. В том году была полевая кухня, конечно, получше. И как бы чай выдавали без вопросов. А сейчас вопросы возникают? Ну, да, задают вопросы. Типа, второй раз подходили, не подходили. Ну, в том году как-то было поорганизованнее. Ну, организовали как-то в том году лучше. И МЧСников побольше было. Впрочем, спасателей и водолазов на Семязино все же было предостаточно. Всего дежурили 15 сотрудников МЧС. Майна оборудована по всем правилам безопасности. Предварительно было подготовлено место для проведения купания, обследовано дно, подготовлены подходы, настилы, проведена решетка, чтобы купающаяся не затянула под лед. Проверено дно водолазами, то есть дно чистое, безопасное. За порядком на водоеме наблюдали больше десятка полицейских и сотрудников Росгвардии. При подъезде к озеру дежурили сотрудники ГИБДД. Припарковать автомобиль на берегу простому горожанину было невозможно. Машины оставляли у ближайшего гипермаркета и шли пешком. В мэрии заявили, что это необходимая мера безопасности. Утром верующие отправились набрать крещенской воды. Очереди во всех храмах. В Казанской церкви баки прямо на улице. Прихожане буквально окружили собор. Каждый год мы приходим за святой водой в церковь на канунь великого праздника, крещения. Так как для нас этот праздник очень значим. И любой христианин должен этот праздник не пропустить, набрать водички. И эту воду пить в течение всего года. Так как это наша традиция. Как считают верующие, крещенская вода обладает особой духовной силой и не теряет своих свойств на протяжении нескольких лет. Во многих храмах воду набирают до позднего вечера. А вот купания продолжались до трех часов ночи. Всего за праздник крещения Господней обряд омовения совершили три с половиной тысячи человек по всей области. В регионе было оборудовано 36 мест для купания. Евгений Павлов, Руслан Павлухин, 6 канал. Смешные человечки на льду. Актер и соавтор авангардного моноспектакля встретился со студентами Владимирского филиала президентской академии. Опытный артист поделился с молодежью историей своего становления. И на примере главных тезисов постановки рассказал, как в этой жизни реализовать себя и остаться человеком. Ты – начало всего. И от тебя зависит, какой мир будет вокруг. В этой связи очень важно не забывать, что человек, в первую очередь, человек. Нам хочется достучаться именно до возможностей веры в то, во что, может быть, мы перестали верить. До возможности достучаться до наших внутренних детей, какие мы и какие мы есть внутри. До того теплого и настоящего человека, который способен к любви. Такие встречи с мастерами своего дела полезны, говорят студенты. Молодой, но пытливый ум всегда в состоянии вечного поиска. Хочется взяться за всё и сразу, но страх ошибиться и неопытность тормозят развитие. Общение с профессионалами помогает открыться новому и сделать тот самый рискованный шаг в неизвестность. Я считаю, такие встречи очень нужны молодым студентам для того, чтобы увидеть путь людей, которые добились того или иного в своей сфере. И чтобы мы понимали, к чему мы должны стремиться, что мы должны делать для того, чтобы добиться своей цели. И в целом вообще стараюсь пощать, чтобы узнать для себя что-то новое. В творческом развитии студентам помогают и другие культурные мероприятия. Посещение кинотеатров, концертов, спектаклей и музеев обогащает внутренний мир человека. Особенно на этапе формирования его личности. Для этого с сентября 2021 года работает проект «Пушкинская карта». К концу 2022 года услугой воспользовался 91% студентов очной формы обучения вуза. Это действительно, на мой взгляд, произвело революцию среди молодежи. Потому что государство впервые вот так явно создало условия для того, чтобы молодежь начала приобщаться к культуре и искусству. После премьеры спектакля «Смешные человечки» создатели подготовили его профессиональную видеоверсию. Ряд кино показов постановки для студентов и учеников пройдет во Владимирских библиотеках, институтах и школах. Анонсируют прокат сами учреждения.